Вести следят за развитием событий. Оставайтесь с нами на канале Россия. Субтитры предоставил DimaTorzok Кто станет новым главой региона? 7 декабря пришла официальная новость из Кремля. Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко. Представить его прилетел палпред Юрий Труднев. На Схалин новый руководитель прилетел один, без помощников. Своё назначение называет большой честью. Валерию Лимаренко 58 лет. Он родился в Харькове, где закончил институт по специальности жидкостные реактивные двигатели. С 1996 по 2001 год он был первым заместителем председателя Саровской думы по экономике и финансам. После занимал пост министра строительства и ЖКХ Нижегородской области. А под ней заместителя губернатора этого же региона. Последние годы Валерий Лимаренко работал в госкорпорации «Росатом». Объектами года, по мнению нашей редакции, стали сразу два учреждения. Первый – реабилитационный центр преодоления. В 2018 году открыл свои двери в новом здании. Он единственный в области, который помогает детям бороться с физическими и психическими патологиями. В новых условиях могут проходить реабилитацию до 150 человек одновременно. Три раза больше, чем раньше. Вторым в рейтинге стал перинатальный центр. Крупнейший медицинский комплекс Дальнего Востока ежегодно принимает несколько тысяч роженец. Переезд открыл новые возможности для врачей и пациенток. Раньше, если малыш рождался недоношенным или имел отклонения, его отправляли в детскую областную больницу. Теперь из реанимации он сразу попадает в отделение патологии новорожденных, где может находиться вместе с мамой. Главная стройка области еще не закончена, но среди сахалинцев уже названа историческая. Новый аэровокзал Южно-Сахалинска будет рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час и 250 международных. На объекте работает более 200 человек и 45 единиц техники. Здесь уже приступили к остеклению, в том числе и галереи, по которой будет идти выход на посадку. Каркас нового аэровокзала собран уже примерно наполовину, теперь ему предстоит расти в ширину. Строительство нового аэровокзала важный, но не единственный пункт в работе главной воздушной гавани острова в этом году. В списке объединения всех островных аэропортов в единое предприятие, улучшение возможности оборудования для приема воздушных судов. Теперь самолеты могут садиться в Южно-Сахалинске при видимости в 400 метров. Также завершен предпоследний этап реконструкции аэродрома, а в перспективе на ближайшие 10 лет строительство и новые взлетно-посадочные полосы. Прежняя к этому времени должна стать магистральной рулежной дорожкой. Культурным проектом года стал фестиваль школы современного искусства «Территория Сахалин», который постепенно охватывает отдаленные регионы страны. В состав арт-дирекции проекта вошли народный артист России Евгений Миронов с участниками образовательной программы. 40 человек, в числе которых актеры, режиссеры, хореографы и просто ценители искусства, отбирали из 11 регионов Дальнего Востока. В течение недели проходили показы спектаклей, мастер-классы, выставки. Фестиваль – это только начало двухлетней программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, которую поддерживает президент. Она включает в себя грантовую поддержку начинающих режиссеров в проведении фестиваля театров в Дальневосточных регионах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год собаки стал богатым на различные культурные и образовательные мероприятия международного уровня. Одно из них – финал национального чемпионата молодые профессионалы. В течение нескольких дней свое мастерство в самых разных направлениях показывали более 700 участников. За все время проведения чемпионата почти 10% населения острова посетило его. По словам организаторов, это абсолютно рекордная цифра для когда-либо проводимых чемпионатов. Участникам раздали больше 100 комплектов золотых, серебряных и бронзовых медалей. Награду Сахалинской области принес Максим Богинский, участвовавший в компетенции «Сварочные технологии». Лидерами в командном зачете соревнований стали участники из Москвы, Татарстана и Московской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало 2018 года для сахалинцев ознаменована трагедия в Японском море. 25 января у берегов Приморья сработал аварийный радиобуй с судна «Восток». На его борту находился 21 человек, большинство из которых – жители города Невельска. По словам специалистов, в условиях сильного волнения и низкой температуры рыболовное судно обледенело и внезапно перевернулось. Этим и объясняется тот факт, что сигнал «СОС» в радиоэфир экипаж не подавал. Команду «Востока» признали пропавшими без вести. Свои отношения на острове решили узаконить Ольга Потылицина, российская скелетонистка и фристайлист Семен Денщиков. Они вместе с другими представителями команды России по фристайлу тренировались в областном центре перед тем, как отправиться в Южную Корею на Олимпийские игры. Поддержать пару пришли представители сборной России по фристайлу и их тренеры, они же друзья и коллеги. Предложение руки и сердца Семен сделал на Новый год в кругу семья. А вот решение сыграть свадьбу во время спортивных сборов на острове было спонтанным. Пока Семен Денщиков отстаивал честь страны, Ольга болела за супруга дома в Москве. Ее не допустили до Олимпийских игр. В течение всего года корреспонденты Сахалинских вестей следили за судебными заседаниями по двум крупным делам. Первый – процесс покрушения траулера Дальний Восток. Заместителю гендиректора Магеллана Алексею Васину назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев в колонии общего режима. Шесть лет получил инспектор Росрыболовства Александр Никодименко. Начальника отдела Сахалин рыбвода Николая Харченко решено заключить на пять лет восемь месяцев и на столько же экс-капитана судна Анатолия Борисова. Пятый фигурант дела Александр Кудрицкий, занимающий пост заместителя гендиректора по безопасности мореплавания, по состоянию здоровья не смог явиться даже на приговор. Судебная коллегия вынесла решение освободить обвиняемого по амнистии в связи с 70-летней годовщиной со дня Великой Победы. Всех пятерых лишили права заниматься прежней деятельностью на срок от двух до трех лет. Каждый должен выплатить компенсацию всем пострадавшим. Эта сумма от 20 до 400 тысяч рублей. Еще один процесс по делу бывшего губернатора региона. Приговор 13 лет Хорошавину, 9,5 и Крамову и 8 лет Карепкину. Суд признал бывших чиновников областного правительства виновными. Экс-губернатора в девяти преступлениях. Помимо срока Александра Хорошавина приговорили к штрафу в 500 миллионов рублей. Его лишили госнаград и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. Дорогие сахалинцы и курильчане! Совсем скоро закончится уходящий год и наступит новый. 2019-й. Провожая 2018-й год, мы вспомним радостные, теплые страницы, достижения, обретения и приятные эмоции. Новый год мы с вами встречаем в особом настроении. Ведь наш регион прекрасный и удивительный. Мы живем на передовой технологического прогресса, в центре мира, в окружении активно развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Считаю, что наступающий 2019-й год принесет уверенность в наших силах и желание трудиться на благо области. Не сомневаюсь, что планы по благоустройству островов и превращению ее в комфортное место для жизни станут реализовываться в ближайшее время. Сахалинская область должна стать достойной звания современного восточного флагмана России. Начинать надо с малого, с каждого двора, с каждого подъезда. Дорогие друзья, в эту чудесную ночь я желаю вам здоровья, мира и счастья, исполнения всех ваших заветных желаний. Пусть новогодние праздники пройдут в кругу близких и родных, в теплой атмосфере, наполненной запахом хвои и мандаринов. Всего вам самого доброго! С наступающим 2019-м годом! Дорогие южно-сахалинцы! Выходит на финишную прямую 2018-й год. Мы уверенно держим лидирующие позиции по многим показателям. Строим жилье и социальные объекты, занимаемся благоустройством, развиваем туризм и экономику. И в 2019-м году я и моя команда продолжим работать на благо каждого жителя нашего города. И прежде всего детей, ведь они наше будущее. Дорогие друзья, пусть в эти чудесные дни с вами будут рядом родные и близкие. Пусть каждый день будет наполнен счастьем и любовью. С Новым годом и Рождеством! Вы вести к этому часу. С вами была Оксана Куваева. До встречи в Новом году! Новым годом и Рождеством!